Бесплатная приватизация жилья началась в России 26 лет назад. Сроки ее окончания продлевали 5 раз и намерены продлить снова. О причинах такого решения в рубрике «Говорим о главном» рассказывает его инициатор, депутат Госдумы Петр Пимашков. Петр Иванович, на сайте Государственной Думы мы увидели довольно много законов, инициатором которых являетесь вы. Вот, к примеру, закон о продлении сроков приватизации. Для чего в очередной раз вы наставите на том, что сроки надо продлить? Ну, здесь действительно была большая дискуссия по этому вопросу, поскольку стало больше поступать заявлений, чтобы отменить приватизацию. Расприватизировать квартиру. Расприватизировать. Но, вместе с тем, решение было принято, и в первом чтении этот закон уже за него проголосовали, что продлить приватизацию до 1 января 2019 года для детей-сирот бессрочно. Много еще у нас аварийного жилья, где люди сегодня ждут получения квартиры. И нет смысла приватизировать нынешнюю свою квартиру. Да, конечно. Таким образом, решение принято. Я думаю, что и во втором чтении каких-то особых не будет замечаний, и в третьем такой закон будет принят. Что приватизация продлена до 1 января 2019 года. Ну, соответственно, не только жители аварийных домов, но и все, кто зазевался, не собрался, еще тоже смогут. Да, все 100%. Хорошо. Еще один закон, который широко обсуждался в новостях, в обществе, это внесение изменений в уголовный кодекс, статью 116, так называемый закон о шлепках. Что можете по этому поводу сказать? Почему по очевидному такому поводу, казалось, возникала такая широкая дискуссия, в том числе в Госдуме? То, что был принят этот закон, где, если случился какой-то инцидент в семье, и могли привлекать к уголовной ответственности, было принято признать этот закон ошибкой, и он был отменен. Поскольку было возбуждено вот за это время, после принятия этого закона, несколько сот уголовных дел, которые так или иначе, ну, нельзя было отнести вот к исключительной мере, к возбуждению уголовного дела по разным причинам. Так что, после определенных дискуссий, хотя есть наши оппозиционные партии, которые не голосовали за этот закон, большинством закон был принят. Но есть и другие статьи, которые так или иначе, эти конфликтные ситуации разрешают, что могут быть возбуждены уголовные дела. Так что, таким образом. Главный закон, который приняла Государственная Дума с момента прошедших выборов, три месяца работали депутаты, это, безусловно, закон о бюджете. Что можете в бюджете 2017 года назвать такое, что особенно приятно было бы услышать жителям Красноярского края, вашему избирателю? Я считаю, что с учетом всех социальных задач, которые стояли перед нашей страной, все они учтены в бюджете, и его по праву можно назвать бюджет социально направлен. К тем вопросам, которые касаются Красноярского края, выделены деньги на реконструкцию подъезда к мосту, это порядка 7 миллиардов, улица Волочаевская, снос домов, медицинские центры, которые будут построены и в краевой больнице, и в больнице скорой медицинской помощи, серьезные средства выделены. В Красноярском крае за счет федеральных средств было построено 59 детских садиков, в том числе и в городе Красноярске 21, 2 строятся в настоящее время. Ну и в целом по стране вот то напряжение, которое было связано со строительным детским садиком, оно уже сегодня в той или иной мере эти вопросы решены. 25 миллиардов выделено на строительство школ, но несколько по-иному это строительство выстроено. В течение года должны построить школу, и после того, когда школа будет введена в эксплуатацию, с федерального бюджета 100% эти расходы компенсируют. К великому сожалению, более 500 объектов в 2016 году по Российской Федерации должно быть сдано. Сдали всего 70. Это говорит о том, что строительство объектов растягивается. К великому сожалению, есть такие объекты и в Красноярском крае. Так что задача стоит таким образом, чтобы, если уж определили, пусть не 500, пусть 250, пусть 150, но чтобы они, в те сроки, которые проектом заложены, чтобы мы их строили, чтобы эти стройки не переходили из года в год. Таким образом, федеральный бюджет дает понять региональным властям, что строите быстро и качественно, в таком случае вам деньги будут компенсированы. Спасибо большое. Рассчитываем, что каждый раз, когда будете появляться в Красноярске, мы сможем вас увидеть у нас в компании. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok